Субтитры сделал DimaTorzok Итак, меня зовут Дмитрий, да. На самом деле, довольно интересная история, почему меня именно так зовут и принять сейчас называть, потому что у нас в Крилке уже сейчас три Димы только в основной организации, а когда была первая и вторая, было пять Дим, если я ошибаюсь. Поэтому Дим много, Димы хотят выразовать науку, это ужас какой-то, поэтому вот я Дмитрий. Ну, я студент, учусь в БГУ в третьей годовой математике и информатике, и сейчас в рамках курсовой работы занимаюсь, в том числе и нейросетями, и про них я как раз сейчас расскажу. Кто знает, вот вообще перевод, и даже может не перевод, хотя бы изначально, что эта фраза значит? Бок из машины или что там выкат? Бок из машины, да. Изначально, вернее как, это ускоряется все афоризм, который применяется, когда говорят о каком-то чуде, которое спасает кого бы то ни было. Например, у Толкиена, когда вот эти вот орлы спасают Фродо и Кампанию от неминуемой смерти, это как раз таки, ой, Фродо, это был Пильбо, конечно же, не важно, орлы были все-таки часто, и в фильмах еще чаще, и вообще орлы, потрясающая штука. Орлы, это как раз таки та самая Делс Экс Макина, это бог из машины, который спасает. Изначально термин появился, слышалось в древнем Риме, и называли богом из машины ту самую технологию, если вы помните, что, ну, в виде не слышали что-нибудь про людей, там рассказывалось про технологии, которые, там, механика, такие колеса огромные, которые позволяли издавать гром, там, поднимать, опускать части сцены и курицать всякие прочие непотребства. Вот это вот называлось богом из машины изначально, и после термин появился. Но мы как раз с вами поговорим про бога из машины в буквальном смысле этого слова. Вот, с чего все началось. Ну, я думаю, все, почти все знают, что это такое, они подогадываются, это нейрон. Что такое нейрон? Другой говоря, это элементарная клетка нашего мозга. Я не, я математик, я не нейро-биолог, поэтому подробно по структуре я вам походиться не буду. Просто скажу, ну, вот, смотрите, какая классная штука. Так, сон, один образ пока не будет. Вот, у нас в голове их порядка 86 миллиардов. Ну, по сравнению, в Беларуси живет, сколько, да, что, ну, здесь сейчас, по-своему, это, типа, 9 миллионов. Вот, да, представляешься, интересно. Вот, а это вот, таких штучек у нас намного больше, чем у людей, например, на плане Земля. Да, и если говорить про нейроны, то, вот, у меня есть лазер, да, здесь какой-то, вот, если говорить про нейроны, то у них есть соединение, сейчас, ладно, проще, которое называется синапсами. Для чего они нужны для передачи сигналов? Вот, и человечество, ну, давайте вспомним, давайте перейдемся в историю и вспомним, с чего вообще начало человечество свои запретения, с чего начинались первые открытия. Ну, опустим камень, конечно же, и посмотрим, допустим, как люди учились летать. Начнем с Янарда Довинча. Что делал Янарда Довинча? Он рисовал замечательные летающие машины. Ну, если вы помните эти замечательные картинки, там, машины, которые машут крыльями, изображают крыло, к сожалению, ни одна из них так и не полетела. Но идею вы, я думаю, поняли. Мы смотрим на птиц и пытаемся повторить то же самое. Вот, почему бы не делать то же самое с мозгом? Почему бы и нет? Вот. Но, к сожалению, мозг, скажем так, не такой крупный как птица, особенно в каждой отдельной источнике, поэтому довольно сложно будет повторить, вернее, даже просто узнать. Вот. И первая модель, изобретенная человеческого нейрона, была модель Маккало Капица. Вот тут стоит ВИСИ, это как бы против, сейчас я объясню, что происходит. В 1940-х годах ученые Маккало Капица предложили модель искусственного математического нейрона. В чем идея? Потому что, ну, блин, ребят, мы как бы особо не можем говорить мозг, ну, и там хорошо рассмотреть, что там происходит, потому что, ну, или тысяч в сирковых годах прошлого века еще оборудования такого крутого не было. Но, тем не менее, мы можем представить, мы можем проанализировать мозговую активность на каком-то уровне, сделать некую механическую абстракцию. Вот. И как мы будем это делать? Представьте, что вы стоите на улице, прекрасный солнечный день, вот, все было бы хорошо, если бы вас не били колоды по голове. Это довольно неприятно, я думаю. Вот. Ну, вот вас бьют колоды по голове, вы пытаетесь как-то лечиться и все такое, при этом у вас чешется нога. Вот. Как вы думаете, что важнее, то, что у вас бьют колоды по голове или то, что у вас чешется нога? Ну, я думаю, очевидно. Вот. Итак, теперь переходим на стоматологические абстракции. Получается, то, что у вас бьют колоды по голове, это очень важно. То, что у вас чешется нога, ну, это немножко стихо. Оно там все равно мозг бодораживает, потому что вы чувствуете, что она чешется, как-то побери. Ну, и такое, ну, чешется, чешется, ладно, мы должны спастись от этого безумного маньяка. Вот. И вот так, например, и работали. Получается, на вход подается какие-то взвешенные штуки, подаются взвешенные сигналы. Сигнал с большой массой получается, что у вас бьют колоды по голове. Сигнал с очень маленьким весом того, что у вас чешется нога. Ну, они там преоднозуются, и из этого получается ответная реакция, что вы защищаетесь и там пытаетесь дать ответ тому чуваку, ну, и просто убежать от него, который бьет вас в голове. На самом деле, наверное, он все-таки лучше убегает, потому что если он поднял к голову, он, наверное, будет сильнее вас. Приплачиваем. Вот. Ну, окей. Идем дальше. Это все, конечно, хорошо, но это грубая математическая абстракция. Что было дальше? Ну, вот там внизу написаны точки и как свои фамилии. Что сделали эти ребята? Они такие, ну, ваши, конечно, математические модели, это круто. Давайте возьмем, ну, животное с самым крупным относительно мозгом. Возьмем гигантского кальма и разрежем его. Вырежем огромный аксон и посмотрим, как он работает. Будем понять его толком. Они так и сделали. Что в итоге получилось? Они предложили биологическую модель нейрона, которая куда более точна. Если вкратце возвращаясь к тем же кувалде и чешшейся ноге, то как она работает? В чем основное отличие, по крайней мере? Предположим, давайте такую ситуацию рассмотрим. Вы сидите на совещании, и у вас чешется нога. Но совещание очень серьезное, как бы, чтаться будет неловко. Ну, и вы выступаете на сцене, и у вас чешется нога. Ну, понятное дело, что вы как бы сразу чтаться не начнете, потому что это неловко. Поэтому вы будете стоять, терпеть, стоять, терпеть, стоять, терпеть. В конце концов вы почешетесь. Вот, в конце концов вы почешетесь. И вот примерно в этом стоит основное отличие биологического нейрона. То, что там, помимо того, что сигналы преобразовывались, они еще накапливались до какого-то предела. Ну, опять же, пределы разные, сигналы разные. Там еще, помимо этого, куча ионных эффектов, помимо этого еще куча всего, о чем я рассказываю. Ну, банально имею компетенцию, чтобы об этом рассказывать. Ну, и, возвращаясь к этому, сейчас это основные два подхода, которые используются при конструировании искусственных нейронов, при создании искусственных нейронных сетей. Ну, вообще, в промышленности сейчас используется больше первых. Вот, во вторых, мы поговорим чуть позже. Итак, ну, вот, когда на пальцах я как раз про них и рассказал. И давайте пойдем дальше и поговорим про сильный и слабый искусственный интеллект. Вообще, что такое искусственный интеллект? Ну, я про это уже как бы сказал вкратце. Мы берем и пытаемся копировать человеческий мозг. Ну, каким-то образом симулировать свою работу. Вообще, интеллектуальную задачу выполнять надо уметь. Нам, казалось бы, просто вообразить что-то. Нам, казалось бы, просто, там, не знаю, в голове повернуть боком какой-то предмет, как встретил со всех сторон. Для искусственного интеллекта это нитриарная задача. При этом, да, при этом компьютеры очень хорошо считают, складывают там числа, вы предпрекрасно знаете, намного быстрее нас. Почему так? Мы к этому еще вернемся. Но если говорить про задачи, которые требуют воображения, которые требуют творческого подхода, то там искусственного интеллекта до недавнего времени терпел поражение. У меня перевод совершенно нитриарная задача, только недавно, внезапно, вы... Поэтому все заметили, то, что у Google внезапно появилось качество перевода. Они Google-транстоит, подключили нейронную сеть, про примеру мы поговорим чуть-чуть позже, которая использовалась, скажем так, для того, чтобы переводить русский на английский, и наоборот. Раньше это было только между английским и французским, и, конечно, перевод с английского на русский был таким-то непосредственно. Сейчас внезапно он стал очень хорошим. На самом деле вы можете... Ну, я не советую, конечно, я не рекомендую. Но вы можете попробовать в свою курсовую просто... Ну, не, ладно. В свою плохо. В реферат. Перевести. В рефератной работе, да. Перевести. Я не... Курилка Бутенберга не рекомендует так писать. Мы за честную науку. Попробовать перевести с русского языка... Ой, ну, с английского языка на русский, и знать по классу, и посмотреть, что он на это скажет. Вряд ли он заметит подвод. Хотя, конечно, чем более техническое, и тем более сложное описание, тем будет оно менее корректно. Вот. И... Да, я забыл сказать про сильный. Так вот. Искусственный язык, понятно. Чтобы делать какие-то сектуальные задачи. Подразделяют на два типа искусственного языка. Слабый и сильный. Слабый мы видим каждый день. Слабый сейчас мы будем говорить. Сильный, сильно, еще не существует. Это важно. Запомните. Мы умнее машины. Я вас поздравляю. Мы пока еще умнее машины. Ну, возможно, всегда будем, но это вряд ли. Но пока еще умнее, ребят. Вот. Пока. А слабый это все то, что используется при переводе и, не знаю, при поиске. И много-много-много людей. Давайте про него и поговорим. Слабый, собственно, интеллект. Еще фишка. Мы берем какую-то узкую задачу. Перевод. Управление самоездящей машиной. Не знаю. Поиск в гугле. Не знаю. И более нитериальные задачи. Сейчас про них мы и поговорим. И используем какие-то хитрые алгоритмы, основные на неком подобии человеческих нейронов, чтобы эти задачи выполнить. Вот. В интернете это используется постоянно. Я думаю, все мы каждый день, почти каждый поиск с опоиском, гуглопоиском, я так, с переводчиком, картами. Все они используют нейронные сети. Теперь уже официально я могу это говорить. Вот. Все все уже используют нейронные сети. И это круто на самом деле. Потому что эти штуки дают очень высокую точность. Опять при переводе. Кстати, насчет перевода. Как он вообще работает? Давайте попробуем треальное понимание дать. Вот. Ну, на самом деле, про перевод я сразу говорить не буду. Я лучше вам расскажу более примитивный пример. Например, как симулировать человеческий язык. То есть, как предугадать, что после буквы, там, при, будет буквы вет. Скорее всего. То есть, как машина может предсказывать ваши запросы в гугле, например. Это делается очень просто. Так называемые рекуррентные нейронные сети надо этим работать. Что происходит? По буквально подается слово. Буква П, например. Ну, типа букву П. Запомнили, окей. Вероятность того, что первая буква в слове, буква П, единица. Мы говорим R. Вот. Национальная дирекция единица. Потом буква R. Опа! Вероятность того, что буква R идет после буквы П, тоже единица. Круто. Потом буква И. Вероятность того, что идет буква И после букв П и Р, тоже единица. Прекрасно. Все. Ну, и так далее. Потом, допустим, слово права. Ну, П понятно, Р понятно, все еще единица. Потом буква А поступает. Стоп, подождите-ка. У нас была вероятность того, что буква И после буквы П и Р не единица. А тут уже просто спела буква А. Что-то нехорошо. Значит, вот там одна вторая, а там одна вторая. И так происходит процесс обучения. Если утрировать. И вот так очень-очень-очень-очень много слов прогоняется через нейронную сеть. И она умеет предсказывать, генерировать текст. Я думаю, все вы видели, если не видели, просто загуглите Яндекс Автопоэт. Более того, Яндекс, наверное, сделали очень классную штуку. Они научились генерить стихи, похожие на стихи Игоря Летова. Более того, Яндекс еще тоже недавно заморочил с одной веселой историей, наш Минский, кстати. Мне ребята рассказали, они на выходные прикол оставили и полностью решили игру Марио. То есть они прошли Марио идеальнейшим образом, чтобы вы понимали. Вот. Умные машины. Умные машины очень сложные. Потому что, я думаю, кто-то слышал, слышал, кто-то видел, кто-то не видел. Но ребята из Массачусетского, из Сутосихологического, расставили данный эксперимент и задавали всем вопрос. Ребят, что будет, если мы выпустим вот машины, которые сами собой управляют на улицу. Предположим, завалем ей человек, да? Ну, машина сама сама едет, и мы просили в машине. Тут на дорогу выбегает целая куча людей. И нужно выбрать. Либо съехать в Кювет и убить человека, точно, 100% гарантированно убить человека, который сидит за рулем. Либо на задание с кучей людей. Что бы вы выбрали? Ну, смирякнулся. Давайте так, предположим, ну, скорее всего, я думаю, все-таки спортивное состояние на что, да? Там еще было много нитериальных ситуаций, на самом деле, про племенных женщин, про старых людей и так далее. Так вот, да, люди так и ответили. Люди ответили, что они выбрали бы спортивным. Но как только у них перепромонировали вопрос, и у других людей спросили, а что бы вы выбрали, если бы вы сидели за рулем, и купили бы вы такую машину? Незавтра они резко начали отвечать, что лучше бы, конечно, свою жизнь спасти. Вот, поэтому вопрос, да вот вопрос морали ответить было бы, будет очень сложно при проектировании. Здесь вот еще простых, слабых, слабых искусственных техник, которые будут заниматься, как раз, как есть, управляем их машина. Когда, я просто не устанавливаю, короче, когда ребята, которые занимаются искусственным интеллектом, когда им хочется немножечко хайпануть, они выходят за братой и занимаются человек веселым. Они решают игрушки и играют в игрушки. Вот. Ну, как вы можете показать, это шашки, их полностью решили. Шашки, там, на самом деле, была довольно грустная история, потому что последний, ну, чемпион среди людей по шашкам, он умер, не доиграв... Не, не прям за столом, не бойтесь. Он умер, не доиграв свою партию с искусственным интеллектом, и в итоге, собственно, не доиграв другого, чемпион уже не его. Но, как бы, формально шашки уже решено наиграть. То есть, для них просчитаны все возможные комбинации, и существует уже программа, которая никогда вам не проиграет в шашки. Ну, максимум не чувствует, никогда не проиграют, запомните. Вот, шахматы. Гарри Каспаров, я думаю, все услышали, не услышали, Гарри Каспаров тоже проиграл. Вот. Там была очень скандальная, очень поспущенная партия, но, к сожалению, все, шашки, шахматы сейчас. Мой телефон может играть лучше, чем Гарри Каспаров. Прикольно, да? Покер. Вот про покер хочется говорить отдельно. Это вот буквально свежая новость, только в этом году появившаяся. Что произошло с покером? В отличие от шашек и шахмат, в покере вы не видите весь стол. То есть, искусственный зеленый играет по тем же правилам, что и люди. Он не видит рук каждого из игроков. Покер – это, так называемая, игра с неполной информацией. То есть, неразейки не знают, что происходит у всех остальных, вы можете только предугадывать, ну, и предсказывать какие-то возможные события, если что же не в руке, что на столе лежит, и теории варианностей. Так вот, недавно прошел турнир по покеру, где участвовала нейронная сеть, и она всех не трючила. Это первый раз официально в игре с неполной информацией победила нейронная сеть, победила искусственный интеллект. Вот. Ну, и остался только Сокрафт, реально это последний бастион, потому что это прекрасная неполная информация, просто она куда более сложная, чем покер. После нее, как бы, все пойдет. Ну, по крайней мере, так предполагают. Ну, как бы, Сун пока еще... Пока еще держится. Вот. Но, как бы, хэппиног немножко, это, конечно, хорошо, но нужно еще какую-то задачу решать. Так вот, исследователи из Google пошли дальше, они решили повеселиться и использовать геройную сеть для решения абсолютно бредовых задач, например, вот этой вот. Серьезно. То есть, как они делают? Они не считают 2 плюс 2, они подают на вход двойку, еще двойку, и говорят, что нам нужно, чтобы ты выдала на ответ четверку. Все. Нам плевать, как ты будешь это делать, то есть, не особо будут сдавать цит, они просто хотят, чтобы получила четверку в ответе. Они используют для сортировки, ну, чисел, допустим, по возрастанию. То есть, на вход подается, там, 3, 1, 2, нужно получить 1, 2, 3. Нам нужно, чтобы ты это делал. Делать как хочешь. Это очень невыгодно. Есть уже точно хороший алгритм. Сложение делается очень быстро. Вы знаете прекрасно, что ваш компьютер умеет складывать намного быстрее вас длинное число. Но мы решили просто таким хитрым экспериментом получить, как бы так сказать, некое представление о том, как работает человеческий мозг. Вот. И мы приходим плакать всеми сильного искусственного интеллекта. То есть, мы ковыряем наш интеллект сразу с того, мы режем калима, распускаем через них ток, мы создаем степки для решения пульских задач. Но что будет дальше? И будет ли? Так вот. Значит, вопрос будет ли? Вином ответа еще нет, но, скорее всего, будет. Вот. Вот вам прогноз, как бы, всех ведущих ученых. Идея состоит в чем? В том, что есть замечательный тест, китайская комната, сформулирован Алан Тюрингом. Что происходит? Вы сидите в комнате, любой из вас, допустим. Кто тут знает, что искусственный интеллект будет, как бы, делать вид, что он обладает сознанием, на самом деле, не обладает, что он думает, на самом деле, выполняет все по инструкции. По мнению в том, что мы не знаем, не делаем ли мы сами так. Поэтому на этот вопрос сложно ответить. Технически. Когда искусственный интеллект достигнет нашего уровня? Ее вообще достиг? Может, уже достиг? Может, все пропустили? Нет. Я вас прошу обрадовать. Через компьютер, порядка 806 миллиардов нейронов. В каждом нейроне куча синопсов. В одном синопсе в среднем порядка тысячи элементарных триггеров. Это, короче, аналог транзистора компьютера. Идея в чем? В том, что измеряют не только мощность. Ну, мощность, что такое мощность? У компьютера среднего, другого ноутбука, мощность 2 с чем-то гигагерц. Это 2, порядка 2 миллиардов керц. Участие мощность за тысяча. То есть это примерно в 2 миллиона раз меньше. Ну и все, казалось бы, они мощнее нас. Что делать? Но у нас намного больше транзисторов. У нас намного больше элементарных учительных единиц. Поэтому мы пока еще немного умнее. Также у самого крутого, самого большого компьютера, который умудривает человеческий мозг, Spark MC, еще в несколько миллионов раз, если не ошибаюсь, меньше транзисторов, чем у нас. Но в счет мощности он это компенсирует. И вот в итоге от нас компьютеры сейчас отстают порядка в 100 раз примерно. Чтобы вы понимали, 100 раз это не 1000 лет эволюции, потому что компьютеры сами, в принципе, это перемешно появились в 12-20 лет. А еще лет 20 примерно. По разным оценкам, технически, нас везде искусственные достижения от 2030 года до 2090 года. Ну, то есть самое оптимистичное. Вот Риэл Круцвейл, замечательное исследователь, он поспорил на 20 тысяч долларов, что в 2029 году мы сможем самолировать человеческий мозг чисто технически. Ну, а уже говорится, что не технически, это уже отдельная история. И вот, как бы, что делать дальше? Ну, окей, у нас есть, как бы, ну, огромная огромная техническая возможность, мы можем сделать на этом мозг. Но, блин, ну, сделать мозг, это, конечно, хорошо. Нужно, как бы, его как-то еще сделать. То есть у нас есть просто мертвая железа, которая ничего не умеет. Так вот, я в своей красовой работе использую нейросеть, которая лучше добыла нейросеть. То есть это искусственный телек, который делает... Там просто написано, что я сказал. Там, это искусственный телек, который обучает другой искусственный интеллект. Уже сейчас используется искусственный интеллект, для того, чтобы создавать искусственный интеллект, который будет, как бы, умнее. Вот такие вот дела. То есть неловко, подозрительно. Это круче, чем Терминатор. Потому что Терминаторы люди создали в Скайнет, а тут, получается, Скайнет создал Скайнет. Вот такие дела. Критент антицентрализации. О чем вообще речь? Речь о том, насколько далеко от нас нейронные сети, и вообще искусственный интеллект. Ну, давайте представим, там есть уровень муравья, уровень крысы, уровень шимпанзе, уровень человека. Как вы думаете, между кем расстояние больше? Между муравьем и крысой, или между крысой и человеком? Правильно, между муравьем и крысой. Более того, между муравьем и крысой огромное расстояние, между крысой и шимпанзе не такое большое, между шимпанзе и человеком мидерно. от самого тупого до самого умного человека, ну, их почти ничего не разделяет, на самом деле. Реально, даже человека с какими-то отстранениями, вызванными болезнями, его почти ничего не отделяет от самого умного человека. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот человеческий интеллект, эти вершины эволюции, нейронные сети никогда нас не достигнут, мы, на самом деле, врем. Потому что, ну, да, только недавно оказалось, что достигли ворсового червя, потом недавно там симулировали часть мозга мыши, и вот кажется, что, ну, блин, ну что, 2090 год, там, ну, 30-е, ну, что там, ну, неделя еле достигнет, будет, там, таким тупеньким братиком. Нет, он промчится мимо нас, как скоростной экстрас, как самолет, как сверхзвуковой Миг-2010, если не ошибаюсь, и улетит далеко в космос, и буквально за неделю он сможет превысить всю Землю. Так, ориентировочно просто по закону экспонициального развития, это даже, как бы, простейшее учтение, которое провели ребята давным-давно, и это типа прикол, ну, почему бы и нет. Вот, он превысит всю, весь интеллектуальный потенциал всего человечества за, может, неделю после того, как он нас достигнет. Поэтому не думайте, что он остановится, он идёт дальше. Он будет сам себя учить, ему мы не нужны уже будем. И кто знает, что будет. Есть хороший вариант. Ну, что будет? Это будет наш помощник, это вот наш бог из коробки, который нас, кто победит все болезни, который победит смерть. Ну, знаете, смерть, на самом деле, это такая же болезнь, как всё остальное. Ну, ну, если смерть, старение, извиняюсь. Лечится за плод. Старение, ну, старение лечится? Ну, как бы, пока ещё нет, но, скорее всего, да. Есть примеры из природы типа бессмертной гидры, которая, в принципе, не умирает. Есть примеры типа, ну, сейчас водится с головой. В общем, есть замечательные примеры животных, которые живут очень долго. На самом деле, этой группой действительно не нужно. Можно представить на черепах, которые живут очень долго, и они почти не стареют. И это удивительно. Вот. И смотря на нейронные сети, может быть, они реально нам помогут. Этот бог из машины, бог из коробки нам поможет сделать чудо. И избавить нас от всего. Ну, мы ничем не будем нуждаться. Он сможет создать невероятную инструктуру, построить заводы, построить миллионы роботов и, ну, механических вещей, которые будут делать все за нас. Всегда, насчёт роботов. Не путайте нейросети и роботов. Искусственный интеллект – это что-то такое, типа, коробка, которая там где-то стоит далеко, и что-то делает. Робот – это просто какая-то оболочка для ничего, может быть. Это может быть просто механическая болванка. Вот. Мы просто вспоминаем терминаторов, когда думаем, что искусственный интеллект у нас первый раз, и нейросети ассоцируются со мной на шахтангер. Это неправда. Это должно ассоциироваться с чем-то таким очень абстрактным и очень опасным скрессом скаймит, чем с сомнальным. Ну, плохой вариант, я думаю, все понимаете, да? Терминатор уже здесь, как бы скаймит уже пришёл, все от нас уничтожили. Ну, в чём проблема? Мы не можем понять, что будет, что будет двигаться. Понимаете? Оно будет умнее нас. И в этом основная проблема. Мы не можем даже представить, что произойдёт. И в принципе, вот так вот, да, как бы, ну, да, знаете, лоски сейчас уже сидят, предполагают, в духе, ну, давайте зададим им такую излучальную программу, чтобы она нас не убила. Ну, блин, ну, если ты умнее, чем всё человечество, как тебе взятое, что тебе стоит обойти в какую-то программу? Что тебе стоит вообще любая программа? Ну, в принципе, мы не знаем, что ему будет стоить. Что, мы не знаем, ничего не знаем, ребят. Вот такие дела. Вот, и это может испариться в 1940 году, задумайтесь. Ну, и вопрос, тут вопрос стоит не зря. Вариант, как бы, ужасный, хотя он, мне кажется, неуродливый, но это уже весло, ребят. Многие исследователи склоняются не к первым двум версиям, а к третьей, что, ну, на самом деле, ребят, нейротехнологии, ну, то есть внедрение нейронных имплантов в голову, подключение компьютера напрямую к сознанию двигается довольно быстро, просто, ребят, не так много пишут, как про нейронные сети, ребят пишут очень мало. Сейчас очень активно развивается гноман фотоника, притом недавно был очередной подрыв в этой науке, где используют световые сигналы точечные, чтобы стимулировать нейроны. Сейчас активно развивается создание протезов, которые напрямую подключаются к мозгу. Руки более-менее протезированы с обратной связью. То есть и вы можете управлять рукой, и вы можете чувствовать в этой руке. Глаза более-менее делаются. Уши, слух сейчас возвращают. Вы знаете, я думаю, прекрасно, потому что слух сейчас, ну, не всем, конечно, но уже возвращают даже тем, где-то создают слух, у кого его изначально не было от рождения, который родился изначально больным. Поэтому, возможно, вот этот вариант, самый реалистичный, что мы сами станем той самой Deus Ex машиной, тем самым Богом из машины, мы сами все вместе с вами. Как бы это страшно, может быть, не звучало, может быть, прекрасно, сравним вместе с этим, до будущего. Вот, у меня все. Спасибо вам. Можете сейчас задать свои вопросы. А, конечно. Вообще, машину обучения сейчас называют все алгоритмы, которые хоть немножко используют некое подобие, потому что сейчас правильно заформулирую, подобие обучения. Обучение «ЕG». Что такое обучение «ЕG», это когда, допустим, у нас есть какие-то костиные, ну, то есть, у нас есть функция, какие-то костиные, которые можно изменять в разные стороны. То есть, это что-то, что можно изменять внутри самого алгоритма. Это все эти самопоятельные алгоритмы — это все алгоритмы, которые могут сами себя изменять, чтобы действовать лучше. чтобы лучше ответить на опросы. Это все, что называют машином обучения. В принципе, искусственным диетом, скорее всего, правильнее. Корректнее было бы называть как раз вот тот сильный искусственный диет, который у нас только, возможно, будет. Ну, а нейронные сети — это просто как бы реализация. То есть, ну, это то, как это выглядит, как сейчас в основном это реализуется. То есть, это множество математических нейронов, которые соединимаются в разными связями. Это какая-то эмуляция мозга. Ну, то есть, мы как бы условно копируем мозг и смотрим, что получится. Ну, и что-то внезапно получается. Серьезно, сейчас очень много публикаций, которые содержат фразы в духе «мэйби вы, типа, эмпирическим путем бы проверили». То есть, реально появилась экспериментальная математика, когда ребята совершенно не представляют, ну, как совершенно, очень условно представляют, что происходит, но при этом они получают хорошие результаты. Какие дела? Можешь бы ответить, да? Какое-то понимание, надеюсь, балл. Вопрос такой. Зачем искусственную историю выкачали? Вы говорили про загуб, да? Зачем? Ну, мы не знаем. Ну, смотрите. Зачем мы спасаем диких животных от уничтожения? Мы жалеем. Вот. Ну, мы жалеем, да. Вот видите, вот у вас есть, конечно, маленький брат, да? Который… Он, конечно, еще и создался. Что-то удивительно. Вообще какая-то жаль. Ну, вот обезьяна, например, да? Очень утрированная. Вот. Ну, мы жалеем, да. Почему будем у нас не пожалеть? Ну, почему он не будет у вас тем же правилом морали, если мы его создали по своему же образу и подобию, кстати? В чем нет? Ну, никто не знает. Я говорю. Мы не можем делать на вопрос, что он будет умнее нас. Мы не можем, как бы, решать за того, кто умнее. Мы еще просто говорили там про шашки, шахматы. А почему вы не привели, к примеру, китайскую? Ну, мы… Го? 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 Я просто как бы… Я просто пропустил слайд, потому что не нашел красиво-интересно. Вот. Ну, с Го… Вот, про Го, как раз вам скажу. Хорошо. Вкратце, за минуту сейчас расскажу про Го, да. С Го, в чем суть Го? Почему вообще победили? Ну, в общем, шашки, шахматы, там, в основном, были алгоритмические постоды. Именно алгоритмические, то есть без нейронного стиля изношенного обучения, вот тоже само. То есть, где алгоритм сам себя изменяет. В Го уже использовалось для этого машинное обучение, и никто не думал, что в Го можно обыграть человека. Почему? Потому что это очень много комбинаций, невероятное число. То есть, если играть как шашки и шахматы, то компьютер просто думать будет по паре тысяч лет, потом задавать какой-то тупой ответ, и все равно будет его обыграть. Сейчас любой любитель может обыграть самое сильное, не считая Альфа-Го, конечно же, самого сильного алгоритмического игрока в Го, самого сильного искусственного инститета. Но при этом, да, вот с Гугл сделали Альфа-Го, которая отраговала диссидоли, именно использовалась уже нейронная сеть. То есть это уже переход от алгоритмов к самому учебнику. Вот физиолог. Их нет. Еще процветы нет? Я хочу, чтобы показать. Спасибо большое, сейчас будем продолжать все ощущения. Продолжение следует...